Приветствую вас. Вы, конечно, не очень много дали информации о себе и о том, что именно вас беспокоит. Тем не менее, вопрос вы все-таки задали, некоторую ситуацию объяснили. Попробую вам помочь в том, что вас беспокоит. Ну, во-первых, то, что вы испытываете эмоции к животным и к хлистрированным персонажам, говорит о том, что они чем-то выгодно отличаются от людей. Давайте попробуем подумать, чем могут выгодно отличаться животные и рисунки, рисованные персонажи от людей. Вообще-то, конечно, лучше всего об этом с вами разговаривать. Но раз уж ситуация складывается так, что мы с вами говорим в одностороннем порядке, то давайте тогда попробуем просто подумать, вот просто подумать, а чем могут люди проигрывать, ну, например, тем же животным. По вашему мнению, вот чем они могут проигрывать животным. Можно, конечно, предполагать, можно предполагать, но, если честно, предполагать я бы не хотел. Я думаю, что наиболее такой вероятный момент – это такой, что от этих объектов, от этих существ, если угодно, вы несете ничего плохого. То есть они по сути не несут вам какую-либо угрозу для, опять же, вас. И именно из-за этого вы не видите, ну, ничего плохого в том, чтобы с ними, например, вступать в некую эмоциональную связь. И тогда, если я прав, если то, что я сказал является действительно чем-то верным, правдивым, то тогда люди когда-то нанесли вам вред, люди когда-то сделали вам что-то дурное, следствие чего у вас выработался защитный механизм. И именно этот защитный механизм сейчас вам и не дает чувствовать эмоции к людям, чтобы они появились нужно, чтобы ничего их не подавляло. Вы сами отчасти дали ответ на свой вопрос, когда сказали, что все перебивает голова. То есть там, где есть разум, там нет чувств. Это, к сожалению, правда. И в таком случае можно говорить о том, что раз у вас голова перебивает, вот собственно, чувство, то тогда есть какой-то мотив, есть какой-то стимул для того, чтобы так было. Есть какой-то мотив для того, чтобы голова перебивала чувства. И этот мотив, этим мотивом точнее, может быть только, по сути, защитная реакция вашего сознания. И давайте мы с вами тогда попробуем подумать, а что же случилось у вас такого, что, собственно, обусловило защитную реакцию вашего сознания. Это нужно проработать. Какой-то вот негативный момент у вас определённый был. Этот негативный момент нужно проработать для того, чтобы помочь вам с ним справиться, чтобы помочь вам, может быть, лучше его понять, лучше в нём разобраться. И тогда у вас не останутся никаких препятствий для чувств. Видите ли, вы здесь говорите о таких вещах, как внешние проявления своего поведения. Понимаете? То есть вы говорите о том, что вот я не чувствую ничего к людям. Хорошо. А на уровне рефлексии что вы ощущаете? На уровне рефлексии и, как бы, интроспекции, то есть введения отсчёта о том, что вы чувствуете, что вы переживаете. Что вам мешает? Когда это началось? Были ли когда-то период, что вы испытывали чувства к людям? Если да, то что изменилось потом? Это очень важный момент. С этим нужно работать для того, чтобы понять, где, собственно говоря, кроется именно проблема вашей ситуации. Если вы хотите эту ситуацию исправить, я понимаю, что вы хотите эту ситуацию исправить, но не искать причины. И только когда и если мы эти причины с вами, допустим, найдём, или когда вы другим специалистам их найдёте, или когда вы сами их найдёте, если у вас будет такое желание, вот тогда вам станет ясно, почему так происходит. И отсюда появится довольно чёткое понимание, что вам делать дальше в этом. А пока этого понимания нет, ну, конечно, откуда, откуда, пока этого понимания нет, откуда у вас чёткое представление, что делать дальше? Всего не будет. И вот, собственно, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что оказался вам полезен, если какие-то дополнительные у вас остались вопросы. Пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... ... Продолжение следует...